всех приветствую на своем канале орхидея татьяны продолжаем сегодня уход за клубами клубникой в летний период за ремонтантной клубникой у меня и хочу вам показать несколько нужных дельных советов ну для начала это удобрение вот птички удобрять для начала хочу рассказать что нужно очистить кусты от вот этих пересохших листочков которые уже отработали уже не нужны нужно вот это все срезать кустик почистить и обработать почву вокруг после продолжительных дождей моя клубника как всегда плодоносит дает урожай это не успела собрать урожай то есть они засохли было много дел мы уезжали но она дает урожай даже без меня без моего участия это немножко уже подгнил а вот и гроночка хорошая замечательная веточка вот эти крупные урожайные веточки это надо обрезать но это конечно не оборвешь вот так потому что вырвем кустик это нужно брать секатор и секатором обрезать вот эти старые листья которые лежат на земле я их тоже удаляю просто обрываю вот так ведь и на кучку в мусорную . если вы хотите чтобы клубника давала больше цветочных побегов розеточек тогда нужно удалять усы а если вам нужны для размножения клубника тогда удаляем цветоносы а если оставлять это и другое то толку не будет надо выбирать что-то одно сейчас я немножко обработаю ее вместе с вами и покажу что получится дальше что я буду делать пока я просто обрываю старые листики этого кустика ведь и они легко обрываются потянула и обрываются и сразу кустик приходит вот вот зачем этот листик он лежит на земле видите плотно лежит на земле и к нему всякие бактерии собираются слизняки приползают там всякие гусенички а вот обработанный кустик посмотреть как красиво листики кверху торчат но в нем неудобно что сильно много ягод и они тяжелые для того чтобы они не лежали на земле я придумала такой способ вот я купила обыкновенные вилочки из вилочек вот эти средние и поломалась извините одной рукой вот так удаляю и получается такие рожки затем беру в землю втыкаю и ставлю этот цветоносик на вилочку посмотрите какая красота сейчас еще вам покажу мне нравится этот метод клубничка чистенькая ягодки хорошие слизняк не подползает вот видите как она красиво легла немножко можно было бы еще одну вот так вот поставить сейчас поставим пилочку вот эта которая поломалась потому что большая веточка получилась вот смотрите как удачно на таких рожечках стоит вот эту веточку если оставить не тоже слизняки подползут и начнет слезнячок объедать покажу где-то есть клубничка вот эти объедает все и оставляет свои следы и она начинает гнить этого чтобы не допустить есть такой интересный метод с вилками они недорого стоят поиграться можно посмотрите пожалуйста как я подняла свои ягодки на эти вилочки какое красивое зрелище получил они не лежат просто на земле видите ягодка начала от земли подгнивать еще слизнячок конечно эту ягодку нужно удалить но так как кто ее будет кушать она просто будет дальше подозревать и подгнивать дальше я ее возьму вот так обрежу вот вот это тоже вот видите прикасалась земле вот с этой стороны видите и тоже ее кто-то подъел тоже она уже ну как бы дозревать до конца не будет а будет только задерживать рост растения и я ее тоже удалю ягодки курочки съедят а эти молодые ягодки уже будут нормальные полноценные развивающие еще хочу вам рассказать если ну цветоносик вот так внутри черненький его лучше убрать сразу он не будет задерживать рост других ягодок вот видите почернела клубничка внутри появилась и почернела вот этот надо тоже убрать можно оборвать а можно секатором обрезать так кому нравится смотрите какой мини огородик у меня получился вот этот еще листик уберу старый он уже тоже огромный старый вот смотрите ненужный и вот эти сухие цветоносики тоже нужно срезать вот видите он не нужен он во первых и декоративность растения придает некрасивую а во вторых тоже какие-то питательные вещества тянет в себя вот еще хочу вам рассказать вот одну историю вот моя один кустик видите какой пустил цветонос но цветонос очень слабый можно сказать что его просто можно обрезать клубничка одна будет из-за чего из-за того что он пустил вот детку одну здесь еще была я обрезала удалила вот детка видите детки конечно сразу укореняются начинает цвести у ремонтантной клубнички у меня сорт такой клубники но их лучше срезать так как кустик слабеет и еще у кустов клубники такая особенность что она вытягивается как бы приподнимается из земли оговоряется шейка если оставить так на зиму то куст может вымерзнуть вот видите как сильно оголяется вверх приподнялась вот это все нужно подсыпать землей сейчас я обрежу эту детку и укореню ее это я себе создала мини огородик такой тут мало кустиков клубники это новый сорт клубники я выращиваю и хочу проследить я его отдельно посадила проследить как он будет себя вести видите вот тоже к земле прикасалась и ягодка уже попортилась в общем идея с вилочками мне очень нравится попробуйте и и расскажите мне в комментариях кому это понравилась идея так же как и мне а еще клубнику так как я ничем не обрабатываю никакими химикатами ее начала подъедать вот гусеничка видите листики такие дырявые но это не как бы не опасно просто листик теряет декоративность это не болезнь а так клубника здоровенькая хорошенькая я эти кусты ничем не буду удобрять хочу проследить как они будут себя вести без подкормок но пока цветочные они розеточки вот пустили и довольно хорошие первый год она дала урожай я считаю что это неплохо для этого сорта клубнички цветоносиков пускает вот несколько много на одном кустике два два цветоноса крепеньких кустик молодой совсем в этом году весной я посадила это семян я выращивала клубничку как я выращивала у меня есть видео на канале посмотрите кому интересно клубника довольно крупную вот это вот хорошая осталась никто ее не подъел на земле она не было она на листике лежала видите как крупная но это тоже совсем показатель для этого курочка мода не совсем показатель так как она должна порасти немножко и следующая весной вам покажу видео про эту клубнику как она себя чувствует и как она перезимовала укрывать ее на зиму не укрывать это тоже все интересно вымерзает не вымерзает а вот эти листики которые гусеничка подъела я их тоже убираю выбрасываю зачем они нужны ни к чему пускай выпускает новые розеточки сейчас еще есть время ну то есть не холодно вообще сейчас сентябрь месяц еще тепло вот она решила цвести летом осенью даже я проговорилась уже посмотрим какие будут урожаи у этого сорта клубнички спасибо всем за внимание до свидания ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ждите новых видео спасибо спасибо до свидания ahead все доброго е Продолжение следует...